здравствуйте мои хорошие канала и вторая надежда и видео которое вы запрашивали кстати не забывайте что на моем канале ссылка вы найдете внизу в описании к данному видео называется ваши запросы на общие расклады там я принимаю как раз таки запросы для того чтобы делать общие расклады и тема немножечко подзабылась и я вам о ней напоминаю не стесняйтесь пишите потому что в подавляющим большинстве случаев идеи для расклада я беру именно из того видео и данная тема это одна из популярных и я ее давно не делала я ее хочу сделать три позиции будет расклад будет не очень большой но здесь буквально посмотреть действительно пауза или . в отношении до пауза или конец 3 колоды вам на выбор и в раскладе я сегодня буду брать 5 колод за сигнификацию и это то на что вы должны будете обратить внимание если резонирует причина конфликта разногласий с тем что происходит у вас значит вы смотрите до конца если нет вы не смотрите и пожалуйста не пишите я загадала первую позицию а это не моё я устаю напоминать что расклады работают для того чтобы вы понимали некоторые нюансы которые вы можете услышать ваше подсознание в любом случае знает что ваша какая информация ваша и это не волшебная палочка это не пилюля которую вы приняли и все волшебным образом организуется так как вы хотите это информация для размышления это возможно какой-то толчок пинок не зря на моем канале подчеркиваю много ситуаций когда я читаю до 1000 таких комментариев что благодаря раскладам наконец-то люди научились то резвее смотреть на свою ситуацию начали научились ценить любить себя выходить из отношений которые вносят деструктив из отношений которые приносят много разочарований начинают женщины и мужчины ценить себя начинать уважать себя и начинают брать ответственность за свою жизнь свои собственные руки и это самое главное чему я вас собственно и призываю и еще сейчас конечно в связи со всеми событиями началась какая-то массовая истерия на каналах но на моем вот я это вижу и я понимаю да с чем это связано я вас прошу пожалуйста не поддавайтесь панике держите пожалуйста себя в руках от того что вы выплеснули то что у вас на душе на канале ничего хорошего не несет в этом но вы выплеснули может быть вам от этого легче хотя я не думаю что легче высказали высказали написали ну продолжайте вот эту негативную информацию нести в себе читаю я читаю мои читают мои подписчики просто зрители которые смотрят мой канал без подписки да есть такие которые постоянно смотрят видео но она на канал не подписаны тоже я понимаю почему так происходит ну да ладно мы сейчас не об этом просто попрошу вас будьте более сдержаны для всего сейчас не время до чтобы истерить хотя да по-другому наверно не может быть пожалуйста проявляйте терпение проявляйте уважение к друг другу от того что начинаются помои в комментариях на канале ну не стоит не стоит добавлять еще какой-то гадости и без того в неприятную ситуацию которая сейчас происходит на всей планете на всем земном шаре и вы не одни такие которые некомфортно или плохо себя в этой ситуации чувствуют всякие другие моменты вы не вы не одни и пожалуйста прошу сохранять спокойствие и те кто не любит слушать долгие вступления перематывайте это же не пишите мне много разговариваю или еще что-то это мой канал и я высказываю ровно то что я хочу высказать не надо меня воспитывать открывайте свои каналы и делайте там все то что вы хотите это ваш будет монастырь это ваш дом это будут ваши правила на моем канале именно так в большинстве видео я стараюсь без вступлений коротко начала коротко рассказала для новичков в чем смысл выбора позиции и начинаю расклад но иногда тоже бывает что-то такое накипит и не высказаться я не могу я тоже живой человек и тоже все что происходит вокруг меня доставляет мне дискомфорт эмоциональный нервный да все что хотите и поэтому пожалуйста я вас призываю давайте хоть в рамках моего канала те мои постоянные подписчики и те кто приходит мы здесь не для того чтобы друг на друга вылить говно и друг с другом все поссориться мы здесь для того чтобы получить некую информацию и для того чтобы научиться в своей жизни делать все своими собственными руками не надо перекладывать ни на кого ответственность что все хорошо хорошо а я ничего не дождалась вы уверены что это ваша позиция потому что опять же до сигнификация не подходит я выбрала первую позицию а не мое а на результат который там был хороший понадеялись потом ничего не получилось и получается я виновата ваша жизнь в ваших собственных руках вы всегда сами за нее несете ответственность помните пожалуйста об этом и пожалуйста общими раскладами пользуйтесь как для некой дополнительной информации вкупе к той информации которую вы уже сами знаете о своей ситуации прогнозы сбываются на 80 процентов и те кто на моем канале это видят и те кто правильно выбирает свою позицию они это знают если не ваша позиция не ваша ситуация и если то что вы захотели услышать вы услышали а потом претензии что этого не произошло но кто в этом виноват ладно все заканчиваем банта болтологию потому что же уже накипело и тоже трэш какой-то начал твориться я понимала что так будет но не думала что вот в такой вот в какой-то вот в мире может быть на других каналах там творится еще хлеще вот меня волнует только то что происходит вокруг меня я надеюсь вы смогли выбрать позицию надеюсь те кто точнее те кто слушает все что я говорю спасибо вам большое потому что это важно когда есть люди которые слушают вступление много важных слов говорится и потом не случаются каких-то глупых комментариев людей которые не послушали позиции неправильно смотрят колоду выбрали одну а потом кажется что я ее не по порядку взяла будьте пожалуйста внимательно и призываю всех пожалуйста быть добрее быть терпимее быть спокойнее в этой ситуации многим-многим сейчас тяжело многим сложно но от того что будет твориться безобразие везде ничего хорошего от этого не будет и так таро альфонса муха это первая позиция таро викторианская таро или стимпанк таро это вторая позиция таро универсальный ключ третья позиция те кто на канале первый раз ваша ваша задача выбрать колоду как я уже говорил да которая как вам кажется да сам ту информацию кто у меня на канале давно вы уже знаете как выбирать те кто сомневается ваша позиция или нет смотрите пожалуйста сигнификацию и так начиная с первой позиции я смотрю сейчас сначала на гримуаре причина вашего конфликта повторю еще раз если резонирует минимум на 80 процентов смотрите дальше ваша ситуация если нет не притягивайте за уши и не пишите загадала первую а это не про меня да не про вас и так позиция номер один причина именно вашего конкретно здесь четко будет ясно треугольник значит треугольник предательство значит предательство не доверие охлаждение значит так и будет здесь закончилась страсть и и здесь отношение кармического порядка и здесь хочется сказать что вашим отношениям здесь действительно пришел логический конец логический конец на той фазе в которой отношения здесь вот дошли вот до той точки когда здесь вы поссорились то есть по-другому в ваших отношениях и быть не могло. Это тот урок, который вы должны для себя понять. Тот урок, из которого вы должны выйти. И ссора, конфликт, пауза. Первое, закончилась страсть. Второе здесь, то, что один пытался давить на другого. Третий момент, что здесь, как я уже говорила, всему есть свое начало и всему здесь есть свой конец. Поэтому даже сейчас, да, даже сейчас хочется сказать, вот ваша ситуация, которая сложилась в вашей паре, вот кому бы вы ее не пересказали, да, вот от начала до конца, как начиналось, что дальше происходило и к чему все пришло, я думаю, подавляющее большинство вам скажет, что эти отношения продолжения не имели бы. Во всяком случае, в том виде, в котором есть. Посмотрим, это пауза или конец. Но в том виде, в котором эти отношения были, они уже не могли продолжаться. Все действительно подошло к тому, к чему подошло. И расставание или ссора, пауза, это было логичным завершением для того, чтобы переосмыслить ситуацию, для того, чтобы подумать над уроками, для того, чтобы понять, что в отношениях было плохого. Ну, действительно, здесь, видите, здесь долгое время отношения были больше такими отравляющими. Это отношения, которые приносили удивление в нехорошем смысле, разочарование, переживание, слезы. И здесь могли быть качели такие долгоиграющие, но если это качели, что раз от раза после очередного примирения вы видели, что отношения и хуже, и хуже. Ссоры, допустим, быстрее, ссорились на более долгое время. От расставания, точнее, от ссоры к примирению время все больше, больше, больше проходило. И здесь, ну, здесь частично здесь показано, что здесь отношения с мужчиной, который сторонник любовных треугольников, да. И еще отсылка к арте справедливости, что здесь один партнер, который держался за свою какую-то справедливость. И за свою справедливость, за свою формальность. Это может быть формальный брак, это может быть какие-то формальные отношения, ну, например, формальные в семье, да. Это тоже некие формальные отношения, потому что есть документы, да, там, или о рождении, там, или какие-то документы, там, на квартиру, где есть, там, мама, дети. И здесь человек, который держался за свою формальность, да, или за свои формальные отношения. Я не вижу, чтобы здесь конфликт был по рабочим моментам. Здесь люди, которые абсолютно по-разному смотрели на данную ситуацию, и один здесь начал давить на другого. Здесь могли быть сказаны слова, что ты на меня давишь, или ты меня заставляешь, ты меня торопишь, или ты не веришь мне, и ты меня подозреваешь во многом. И, конечно, здесь о том, чтобы эти отношения продолжались в той форме, в которой они были, здесь никакого продолжения быть не могло. Ну, минимальное, минимальное, что здесь могло быть, это семья, которая вмешалась в ваши отношения, это мама, папа, близкие люди, и мужчина решил, что ваши отношения должны быть не в ущерб его семье, не в ущерб, там мама, допустим, вас не признает, и вы ей не нравитесь, и он вам дал понять, что ваши отношения пока к серьезному привести не могут. Либо второй момент, что здесь мужчина не свободный, и опять же, что ваши отношения в рамках личных, но здесь формат, что без будущего, да, пока без будущего. Сигнификацию я сделала, если это ваша ситуация, смотрите дальше, если не, значит нет. Но вот опять же здесь видите, что все шло к тому, чтобы эти отношения закончились. Посмотрим, да, действительно, они уже совсем закончились, либо здесь будет еще какое-то продолжение, но здесь менять надо все в отношениях. Дается шанс, либо отношения со всем, чтобы они уже ушли в небытие, и все, вы разошлись разными путями, каждый со своими выводами. Либо, если будет продолжение, то вам дается шанс эти отношения исправить, потому что они неправильные. Перегиб здесь в отношениях даже так. Да, здесь любовный треугольник, и здесь не свободный мужчина. Кстати, вы тоже здесь можете быть, женщина не свободна, то есть любовные треугольники, либо любовные четырехугольники. Как я уже сказала, минимально здесь может быть семья, в которой родители данного мужчины были против. Других вариантов здесь я не вижу. Я не вижу, чтобы здесь свободный мужчина был, я не вижу, чтобы здесь мужчина просто там, допустим, тянул время. У мужчины есть обстоятельства, по которым здесь он мог вам предложить отношения любовного характера, где здесь вы находитесь в роли женщины, с которой ему приятно, хорошо, комфортно. А он своей другой жизнью параллельно занимается, потому что ему есть куда вкладываться, ему есть для кого или на кого копить свои деньги, на что-то, на какое-то будущее. Но здесь это параллельная жизнь. Ну и вы здесь точно так же, вы можете рассматривать этого мужчину как своего любовника, если у кого есть другие партнеры мужья, либо второй мужчина. Но здесь на этого партнера, здесь с вашей стороны, здесь оказывалось давление, потому что здесь мужчина. Видите, что здесь из такого бодрого мужчины, здесь он говорит, все, я жертва. Там меня тут задавили, меня здесь поставили в неудобное, неприемлемое для меня положение. И все. Пауза это или конец. Ситуация. Если ваша ситуация, если ваша проблема связана с тем, что вы хотите, чтобы этот мужчина ушел из семьи, и вы ждете женатого мужчину, который бросит свою семью, вернется к вам. Либо если мужчина не женатый, но там есть мама, которая против, мама, которая диктует условия личной жизни его сына, да, что я хочу. Женщин у тебя может быть много, да, а мама у тебя одна. И поэтому мне вот это не нравится, и все, и не встречайся с ней. Эта причина никуда не денется. Семья как была, так и будет. И это для него сейчас, на данный момент, очень важно. Я не вижу здесь договоренности, точнее, вот четкого разрешения ситуации, что все, этот мужчина бросает и уходит. Здесь будет еще конфликт. Ой, конфликт. Ну, может быть, и до конфликта здесь доведет. Вот, потому что, опять же, сама ситуация, да, семья, и это кого-то не устраивает. Она здесь так и остается. Здесь мужчина сделает какой-то шаг, либо здесь мужчина выдвинет предложение. Но предложение здесь сугубо будет в том формате, что давай сделаем так, чтобы мне было хорошо, и давай найдем какой-то компромисс. То есть это может быть гласно, это может быть негласно, но, сделав шаг, мужчина дает, скажем так, шанс этим отношениям на продление. Но, опять же, в таком, в комфортном формате любовного треугольника, где есть отношения и где есть параллельность семья. Смотрю, ну, смотрю, что вам это не понравится, да, вот то, с чем он придет, и то, что он вам озвучит, его поведение, вам здесь категорически не понравится. Да, как я говорила, здесь с конфликтом, но, да, здесь очередной здесь конфликт, девочки. Здесь такая уже ситуация, что здесь не то, не менять человека, да, вот от которого вы ждете что-то, не ждать, что он изменится. И не вам здесь меняться, да, не менять там свой характер. То есть просто договориться на тех условиях, на которые могут существовать ваши отношения, и чтобы эти условия максимально, потеряла слово, девочки, чтобы эти условия максимально удовлетворяли и вас, и его. То есть чтобы вы были согласны, не испытывали ложных надежд. И чтобы мужчина понимал, что вы не будете его тыкать вот в то, что происходит, чтобы вы не будете давить. Поэтому здесь, смотрите, пока здесь, да, вот те сроки, которые мы, как правило, смотрим в раскладах, если вот на будущее там 3-6 месяцев максимум, здесь эта ситуация не изменится. И если самое главное, а здесь самая главная причина конфликта, что мужчина держится вот за свое и не отпускает, а вы здесь устали вот в этой роли, вот в неопределенности, да, определи меня, кто я для тебя, давай договоримся, а он понимает, что договариваться здесь бесполезно, иначе ущемлены будут правила, здесь не ждать, что здесь кто-то изменится, здесь просто договориться, чтобы это устраивало вас, и чтобы это устраивало мужчину. По-другому не будет, отношения здесь надо менять, они уже изжили себя. Совет вам в этой ситуации. Здесь вы женщина, которая уже сама по себе самодостаточная. И, знаете, вот хочется сказать, королева Пентакли – это все-таки такая женщина, у которой для ее комфортной жизни, для того, чтобы она чувствовала себя цельной, полноценной, у нее уже все есть. И сказать, что здесь вы как-то ущемлены отношением этого мужчины – нет. Здесь вы хотите, чтобы он больше вам дал, да, чем он может. То есть здесь больше идет ваше доминирование, что ты должен или ты обязан дать мне то, что я хочу, или должен вести себя так, как я хочу. Но поверьте, пожалуйста, здесь совет такой, что радуйтесь и наслаждайтесь своей собственной жизнью. Она у вас и без этого мужчины полная. Все, что вам нужно для счастья, все, что вам нужно для того, чтобы чувствовать себя женщиной – это у вас уже есть. И зачем ждать еще чего-то большего от мужчины, который, по сути, рассматривает ваши отношения как отношения любовников. Даже если, допустим, он не женат, а там мама. Но, тем не менее, мама тоже бывает. Ого-го, какой соперницы. И поэтому здесь совет – либо наслаждаться, да, вот тем, что у вас есть с этим мужчиной, да, вот праздник, да, и быть самодостаточным в этих отношениях. Хорошо, да, в таком формате. Окей, меня это поустраивает, тебя тоже. Либо здесь ничего не получится. Договориться можно, ждать, переделать мужчину, ждать, что он изменится, колоду неправильно взяла. Бесполезно. Вы можете эти отношения перестроить по своим собственным правилам. Но здесь, видите, все больше должно сконцентрироваться на вас, что вы принимаете правила игры этого мужчины. Пусть даже на какой-то определенный момент. Но вам здесь нужно успокоиться. Когда вы успокоитесь, вы поймете, что мужчина здесь вот – это вы и плюс один. Для того, чтобы внести какое-то дополнение. Вы сама по себе полноценны, а он является маленьким прицепчиком к вам, как к локомотиву. И если он отцепится, особой масштабной потери в вашей не будет. Может быть, даже и выиграете. Потому что если отношения приносят деструктив, а вы здесь, как королева Пентакли, сама по себе женщина полноценная, имеющая уже все для своего личного счастья, то, собственно, зачем дальше тянуть этот маленький вагончик, отцепив его, вы потери, как правило, здесь и не почувствуете. Ну, это для тех, у кого действительно такие сложные, деструктивные отношения, когда мужчина, может быть, обещал или не обещал, а женщина сама подумала из-за его отношения, что он там всех побросает и будет с ней. Какие-то ложные обещания, ложные ожидания, которые превратились в муку. Здесь можно, я уже говорила, либо договориться, либо четко понять, что и без этого мужчины все-таки в вашей жизни здесь много чего хорошего есть. И он порой своим появлением, своим поведением, либо просто присутствием в вашей жизни добавляет лишь дегтя в вашу бочку с медом. Все, мои хорошие, я надеюсь, вам понравился расклад. Как я говорила, будет такой не массивный, а здесь будет коротко, четко и конкретно. Не увидела здесь, опять же, да, вот для тех, кто пауза или конец. Здесь пауза, здесь есть еще какое-то продолжение. Но если не договориться, если не менять эти отношения, буквально не переставить их с ног на голову, то, конечно, дальше будет расставание и дальше будет конец в этих отношениях. Пока не время, но все к этому идет. Уже к этому подошло. Только мужчина еще что-то захочет. Мужчина что-то от вас захочет. И, конечно, как вы там уже договоритесь. Я надеюсь, вам расклад понравился. Буду рада видеть ваши комментарии. Ну, пожалуйста, спокойствие, спокойствие в комментариях. И буду рада видеть лайки. Именно так я вижу. Нужен расклад, не нужен. По лайкам и по количествам, комментариям я точно так же, если хотите, выбраковываю расклады, которые не интересны. Вторая позиция у нас. Вторая позиция это Таро Викторианская. Чтобы видно было. Можу сюда. И сигнификацию я буду смотреть на Таро Черном Гримуаре. Если резонирует минимум процентов на 8-100, то я буду смотреть именно на этой колоде. Вы смотрите дальше. Если нет, закрываете видео. И не пишите гадости, что ничего не подошло. Либо смотрите другие позиции. Да, бывает так, что пересмотрели вы общие расклады, и вам уже информации нет. Бывает такое. Бывает так, что не время вам знать ту информацию, которую вы сейчас хотите. Для всего, опять же, тоже нужно всему свое время, как говорится. И поэтому вы тоже должны понимать, что если нет информации четкой для вас, вы можете посмотреть все три расклада. Ваше подсознание в любом случае знает, что вам из этого взять. В любом случае. Но многие ленят, многие хотят раз зайти, выбрать позицию точно, чтобы все попали в цель, получить ответ и все. Но так, к сожалению, не всегда бывает. Вы должны об этом помнить. Итак, смотрим сигнификацию. Причина конфликта. Здесь вы, кстати, можете быть и на расстоянии друг от друга, причем на большом расстоянии. Отсюда и эмоции. Кстати, еще одна ситуация, где здесь отношения кармические. И здесь, кстати, урок в том, что если любовь, то она должна быть любовью. И если было условие, что мы с тобой когда-нибудь договоримся, значит, мы с тобой когда-нибудь договоримся. Если здесь ситуация, что мужчина обещал, а потом стал сливаться, значит, вы должны были сделать выводы, что от ненужных людей, точнее, от плохих людей, или с плохого кино, или с плохого места надо уходить. А здесь подзадержались. Здесь эмоции моря и чувства здесь в отношениях. Да, здесь между вами расстояние, 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 расстояние. И оно добавило момент деструктива в том, что появилось недоверие. Когда не видишь человека, когда не знаешь, чем он занимается, и когда все общение обусловлено только переписками или только созвонами, начинается закрадываться. Особенно, если договорились, допустим, созвониться, списаться в какое-то конкретное время, а человек на протяжении продолжительного времени то задерживается, то они сразу отвечают, то вообще уходят в подполье, начинаются подозрения. И здесь могла бы получиться красивая любовная история, если бы, сейчас посмотрю, если бы не у мужчины были бы тайны. Что за тайны? Обман. Обман и измена. Здесь мужчина в целом, которому доверять очень сложно. И урок здесь в том, что если любить этого человека, то таким, какой он есть, и наслаждаться этими чувствами. Если требовать от этого человека, то буквально нужно дать какой-то конкретный промежуток времени, что либо ты действуешь, если я тебе нужна, либо все, да, в дальнейшем вы соглашаетесь на такой вот необязывающий формат, либо вы с этим человеком ставите точку. Ожидание здесь, как я уже говорила, да, обусловлено расстоянием. Ожидание, что между вами дистанция. Я не вижу здесь, чтобы люди постоянно были вместе рядом, да, я не вижу здесь ни работы, я не вижу здесь ни отношений, когда люди живут вместе. Здесь дистанция. Вы можете находиться в соседних, например, городах, да, но здесь ни рядом, ни близко, ни вместе здесь. Сейчас еще чего-то мне здесь не хватает в этом раскладе. Ожидание. Да, здесь не хватает того, что со временем вы стали понимать, что вы жертва обстоятельств и заложница своего собственного доверия этому человеку и ожидания, которое не оправдалось тем, что слова перешли в действие. Поэтому, как я уже говорила, здесь такой формат отношений, и что вы должны понять, либо любить вот именно в таком качестве, какой он есть, либо отношения переводить, что мы договорились, какие-то сроки есть, сроки все прошли, значит понять, что этот человек, если не собрался, и к тому же началось вранье, а вранье здесь было, тайны появились, значит человек не так уж торопится. Поэтому либо мы теряем время и страдаем, ждем, либо мы понимаем всю ситуацию и, соответственно, даем себе установку на то, чтобы трезво видеть то, что происходит в отношениях. Как я уже говорила, сигнификацию я буду делать здесь короткие. В целом расклад нет для того, чтобы часовой был. Но хочется этот момент прояснить, потому что просят расклад, особенно сейчас в ситуации, когда многие находятся действительно друг от друга на расстоянии, и сложно, истерия нарастает. Ну, сейчас я смотрю паузу или конец отношения. Ну, вы здесь для себя принимаете решение, что вы недостойны такого поведения. Обман вранье. И обман этот, обман на обман, обман на обман. То есть здесь вот, если тряхануть этого мужчины, из него столько тайн посыпется, то столько скелетов в шкафу вы подкроете, что здесь, наверное, уже страшно. И с какими-то конкретными фактами его обмана вы уже сталкивались. Все вы об этом мужчине уже знаете. Все картину, либо портрет того, какой личностью он является, вы о нем знаете. И, ну-ка, ждете вы или нет, здесь посмотрю. Здесь, да, здесь ждете пока еще, что что-то здесь изменится, что мужчина здесь будет более ласковым, более нежным, более внимательным. А мужчина такой, как мужчина. Видите, здесь загадок в нем и тайны, вот как в ящике Пандоры. И еще не знаю, что если этот ящик открыть, в каком образе или облике он перед вами предстанет. Наверное, лучше, наверное, даже и не стоит здесь разворачивать, потому что, ну, я говорю, опять же, вы уже много чего о нем знаете. Вы уже здесь принимаете решение, что здесь, ну, вам с ним не по пути. К тому же здесь либо на пороге новый мужчина, либо он у вас уже есть. И взор все-таки ваш обращен на другой, на другой портрет мужчины, на другие характеристики. Вы женщина целостная, вы женщина, которая знает и ценности, и знает, что ей нужно, как ей нужно. И глядя на этого мужчину, вы четко понимаете, какой мужчина вам нужен. Я говорю, этот мужчина либо уже рядом с вами, либо он на пороге, потому что король Пентакли. Вы королева Пентакли, он король Пентакли, да, это пара, которая подходит друг другу. Поэтому, если это ваш муж или это партнер, который есть рядом с вами, то вы должны понимать, что тот человек, который рядом с вами сейчас, он вам максимально подходит. Это же такое, вы знаете, что-то такое мимолетное, да, увлеклись, да, какой-то загадочный, да, человек, который вот гадаешь, гадаешь, он каждый раз способен на сюрпризы, но здесь сюрпризы потом посыпались, очень неприятные. Ну, а для тех, да, как я уже сказала, кто без пары, здесь вот на пороге мужчина, когда он появится, не знаю, но он появится. Здесь не конец, не конец, нет. Здесь пауза. Здесь пауза будет длительная, но из обманов, и из интриг, из какого-то вранья, или из измен, этот мужчина, которого вы смотрите, он не выйдет. Такая личность. Поэтому здесь и карта, что либо мы принимаем таким, какой он есть, да, вот мы любим, понимаем, что нам без этого человека сложно, и я не могу представить себе жизнь, что я с ним не буду общаться. Значит, берем то, что предлагают нам, да, вот в том формате, в той обертке, в которой есть. Если нет, значит, делаем выводы, обращаем внимание на мужчину, который рядом с нами, либо понимаем, что новые отношения не за горами. И совет вам, да, как я уже не часто, я делаю в раскладах советы, потому что не каждый расклад предполагает конкретный совет, но вот именно в таких раскладах мне хочется посмотреть. Итак, не обращайте, тут могут быть перевернутые карты, потому что колода падала, как собрала, так и есть. На перевернутые карты я внимания не обращаю. Я работаю только с прямыми. Итак, в картах достаточно негативных карт, еще и переворачивать ситуацию, усугублять. Это не мое. Итак, карта суда. Я говорю, что здесь, вот опять же, вот несколько вот напоминает ситуацию, которая была в первой позиции. То есть все, что вам нужно, да, для вашей спокойной, комфортной жизни, чтобы быть целостной, оно у вас есть. И здесь вот эта ситуация именно с этим мужчиной обращает вас на вашу собственную жизнь, что перестаньте идти туда, где вы понимаете, что вас обманывает, вам доставляют боль, вам доставляют слезы. Оставьте, останьтесь в своей собственной жизни, потому что эта жизнь ваша, в ней вы распоряжаетесь сами. Там распоряжаться с этим мужчиной вам, возможно, не представляется, потому что там еще тот ухарь. и для себя поймите, что ваша женская доля, она здесь не закрытая, и путь, допустим, в материнство или путь в замужество, он у вас открыт, но это должен быть другой мужчина, нежели тот, на которого вы сейчас здесь смотрите. Ваша судьба, здесь хочется сказать, не люблю такое слово, да, там судьба, не судьба, но здесь по картам ваша судьба быть женщиной, уверенной в себе быть женщиной, у которой все по порядку, здесь женщина, которая имеет возможность жить так, как ей хочется. Пусть для кого-то это миллионы, для кого-то это несколько десятков, там тысяч, пусть, но своей жизнью вы можете быть довольны. Просто не за то вы сейчас здесь держитесь, не о том вы переживаете. А еще здесь совет, что здесь вы сейчас тянетесь все-таки за страсть, да, здесь может сложиться ситуация такая, что у вас, допустим, есть супруг, но который уже там надоел, который там тоже уже достал, уже которого вы разлюбили, и тут вдруг эмоции, чувства, страсть, и вам дали для сравнения понять, что такое вот страсть, и кармические отношения со всеми вытекающими, да, когда нервы наизнанку, когда уже все, да, уже кажется, что сходишь с ума, чтобы вы посмотрели на свою спокойную, налаженную жизнь с человеком, который рядом с вами. Вам-то он точно не приносит столько проблем, столько переживаний, столько слез, сколько приносит вот это. И здесь ситуация, что посмотрите немножечко назад, как вы жили до того, да, и до этого человека жизнь была гораздо спокойней, а здесь вы пошли за страстью, здесь вы пошли за эмоциями, а в итоге получили эмоции не совсем приятного характера. Поэтому совет здесь в том, что поймите, что все, что нужно вам для спокойной, комфортной жизни, оно у вас есть. И пока здесь не ваш урок проходить эксперименты там со страстью, с мужчинами, которые пользуются вашим вниманием, а по сути тратят ваше драгоценное время, есть рядом другой мужчина, либо в скором времени будет для того, чтобы заполнить эту пустоту. Но чтобы эта пустота образовалась, вы должны принять четкое решение с этим мужчиной. Пока мужское место занято, новый человек, куда там появится, да, место занято. Все, мои хорошие, я надеюсь, вам понравился расклад. Пожалуйста, напоминаю, будьте терпимы, более терпимы, будьте добрее, буду рада, если вы напишите комментарий, поставите лайк, потому что именно по вашей активности я вижу, нужен расклад или нет, и отфильтровываю те расклады, которые не отзывов нормально, не набирают, не лайков, потому что понимаешь, что тема не интересная тема, не актуальная. Собственно, о чем тут говорить, поэтому такие расклады я снимаю все реже и реже и реже, и именно вы можете дать мне понять, какие расклады все-таки стоит снимать чаще. Третья позиция, третий расклад, третья колода, для того, чтобы вы видели, я ее ложу сюда, а сигнификацию я смотрю на черном гримуаре. Ваша задача ее послушать, здесь не будет долгих философских или психологических рассуждений, здесь будет четко и конкретно причина конфликта, либо та ситуация, которая заставила вас с этим человеком войти в паузу, или в ссору, в конфликт, в затяжной. Если ситуация по сигнификации процентов на 80 резонирует, значит, вы смотрите дальше. Если нет, не притягиваем желаемое за действительно, не опираемся на итог. Мы смотрим сначала, смотрим сигнификацию. Как говорят, рыба гниет с головы, поэтому, если вы выбрали не свою позицию, не свою сигнификацию, соответственно, и результат по итогу будет неправильный. Об этом помните. И также помните, что общие расклады это информация для размышления. Если не можете определиться со своей позицией, смотрите все. И как я уже говорила, что ваше подсознание четко знает, что ваше. Даже если не сразу со временем вы поймете, что в этой ситуации или в этом раскладе вам карты и ваша интуиция хотели сказать о чем-то своем конкретном. волшебный пилюль от общих раскладов ждать не стоит, потому что это информация для вас, для размышления, для того, чтобы посмотреть на свою ситуацию со стороны. Итак, причина конфликта третья позиция. Повешены. Четверка кубков, девятка мечей. Отношения никакие здесь, в принципе. Отношения здесь. Вы знаете, вот по этим картам хочется сказать, настолько уже как-то уныло здесь было, грустно, неприятно, что пора бы уже давно было либо на чем-то договориться, либо уже эти отношения закончить. Переживания, постоянное удивление в нехорошем смысле. И эта ситуация, она повторялась. То есть ваш человек, который вы здесь смотрите, он вас разочаровывал на протяжении довольно долгого времени. Вы стали понимать, что эта ситуация, которая сейчас произошла, она началась не вчера, она началась там не неделю назад. Это все как снежный ком накапливалось, накапливалось, накапливалось. И здесь я не вижу ненависти к этому человеку, я не вижу вашей злости даже на ситуацию. Я вижу какое-то такое пустое разочарование, когда еще может быть и хочется какого-то сюрприза, но сюрприза приятного. А если здесь будут дальше какие-то безобразия, да зачем мне это нужно? Разочарование. Самое, самое, говорят, неприятное чувство это разочарование. Ненависть, злость, хоть какую-то эмоцию вызывают, хоть чем-то наполняют. А разочарование это пустота. И это самое гадкое, что может случиться у одного человека по отношению к другому, потому что все, когда ты разочарован в человеке, уже больше тебя в нем. Особо ничего не волнует, как он, где он, с кем. Здесь вы уже к этому состоянию либо уже пришли, либо вот-вот подойдете, потому что здесь капля за капля, раз от раза вы видите, что он ведет себя, допустим, хуже-хуже или относится к вам хуже-хуже-хуже. И здесь и конфликт в том, что здесь вы стали видеть, что вы партнеру как-то неинтересны, что он больше вами так не интересуется, как раньше. И если поначалу вас это вводило, может быть, в состояние недоумения или в состояние, что вы переживали, плакали, то потом со временем вы стали понимать, что это какая-то такая вот динамика, которая только нарастает. Яркий мужчина, и активный такой мужчина, но этот мужчина очень быстро присыщается. Это мужчина, который обладает, знаете, такими качествами, что он быстро увлекается, но и быстро гаснет. И для того, чтобы поддерживать отношения с таким мужчиной, здесь каждый раз нужно изощряться в том, что быть для него какой-то неожиданный, быть новой, не знаю, прически каждый день менять, имидж, там, еще что-то. Потому что в одной женщине, чтобы удерживать внимание данного мужчины, должны сосредоточены быть много-много женщин. И любит к себе внимание, любит комплименты, любит, чтобы все женское внимание, причем ни одной женщины, было сосредоточено на нем. Но здесь сложился такой момент, когда женщина задает себе негласный вопрос. А сколько можно вкладываться в тебя? А сколько можно все внимание тебе, любовь тебе, допустим, прощать тебе, закрывать глаза на какие-то поступки? А я же тоже женщина, я же тоже хочу такого отношения, которое я даю тебе. И все. Да, стали видеть, что, возможно, здесь озвучено было, возможно, здесь, ну, это у вас вопрос такой негласный. И когда вы перестали активно вкладываться в отношения, вы стали видеть, что, а мужчина-то вообще ничего не предпринимал, что все ваши отношения, то есть отойдя назад, что вы здесь видите, что ваши отношения держались-то, собственно, на вашей любви, там, или на вашей инициативе, на вашей заботе. У мужчины здесь немножечко, здесь, допустим, его вложение 10%, ваших 90%. И когда вы опустили руки, чтобы посмотреть, как он будет действовать, а стали видеть, что да и действует он особо-то никак. Вот, и дальше стали разочаровываться. Его накал в стрессе, вы стали видеть, что постепенно-постепенно градус внимания по отношению к вам стал падать. Ну, собственно, в этом причина-конфликт. То есть вы могли озвучить и сказать, да что это такое, и мужчина тоже разозлился. Либо вы могли, видите, что он вяло отвечает, сама перестали ему отвечать, и он вам сейчас не пишет. И вот негласный вопрос. Или гласная пауза, это или конец. Давайте смотреть. Если сигнификация резонирует, девочки, только если резонирует, вы смотрите дальше. То есть вы должны внимательно прочувствовать эту ситуацию, внимательно должны понять, о вас или не о вас. Потому что в других позициях, там есть другие нюансы, смотрите, потому что от нюансов много зависит. Конечно, я не могу для каждой из вас сказать индивидуально вашу именно ситуацию. Не могу. Но все равно свое вы должны почувствовать, что вот это именно мое. Будут сейчас еще кое-какие дополнения, но тем не менее, сигнификация важнее. А у вас в смысле написать или написать? Написать или не написать? Если я не напишу, то, наверное, это будет конец. А если я напишу, а ответит он мне или нет? Может быть, даже так, что вы и пишете, но понимаете, что до адреса-то сообщение не доходит, да, там, допустим, в блокировке, или он там поменял соцсети, там поменял номер телефона. То есть у вас в голове еще есть мысль о том, чтобы что-то написать, но только опыт-то уже есть. В похожей ситуации вы с ним находились, может быть, в несколько похожей, но вы четко понимаете, что когда было сделано действие когда-то, то вы имели определенный результат, и вас он не устроил. И сейчас, понимаете, что некая похожая ситуация снова повторяется. И если я сейчас напишу, или позвоню, или сделаю шаг, а не получится ли так, как было, когда-то. Здесь мужчина, хочу сказать, либо женатый на данный момент, либо планирует жениться. Здесь мужчина, вот в этой ситуации, жену себе точно не ищет. И это его четкая позиция. Если мужчина, допустим, четко понял, что вы хотите за него замуж, а он уже, допустим, женатый, то мужчина и будет сливаться. Мужчина хотел любви, мужчина хотел эмоций, и он балдел от того, что вы вкладывались, а тут вдруг вы захотели большого вложения в себя. А мужчина говорит, да, мне здесь есть куда вкладываться, да, любите меня, я пришел в отношения не для того, чтобы там вкладываться, там, ответственность какую-то нести. Я пришел для любви, да, вот ради любви, ради каких-то эмоций. А зачем мне здесь выносить мозг по поводу того, что я там не собираюсь там замуж? Либо здесь вы могли столкнуться с такой ситуацией, что действительно вы поняли, что мужчина вам кружил голову, там, заливал в уши какие-то обещания, слова, а на самом деле стали понимать, что у него появилась другая женщина, и более того, для кого-то это мог отыграться, чтобы узнали, что он женился совсем недавно. Вот здесь вообще неприятный момент. Хотя бы с ним довольно-таки гармоничная пара. Ну да, только мужчина решил не менять ту жизнь, которой он живет. Даже не менять, а решил, что вас вот в той его налаженной жизни не должно быть. Пусть это жестоко сказано, но я думаю, вы сами видите, да. То есть одно дело наслаждаться отношениями и хотеть просто там нечастых свиданий, безответственного поведения, чтобы не спрашивала, где, когда и с кем. А другое дело, когда мужчина уже делает какие-то шаги, да, делает какие-то поступки. А мужчина говорит, нет, я хочу в своей жизни делать так, как я хочу. И планы здесь, по большому счету, планы в ваших отношениях у данного товарища были такие, что эти отношения закончатся, потому что появится другая женщина. Поэтому смотрите, здесь другая женщина, здесь есть четко. Поэтому она либо была, допустим, жена, сожительница, или невеста, либо она появилась, но в тот момент, когда еще между вами какие-то отношения были, допустим, незаконченный конфликт какой-то еще, недовыясненные отношения. И здесь, я говорю, и частично отыграется, что вы здесь внезапно узнаете, что мужчина женился, либо собирается жениться, что там появилась невеста, то есть какая-то здесь некрасивая ситуация, да. Давайте смотреть, здесь пауза или конец. Здесь карты вообще говорят, что если вы хотите обманываться дальше, вы можете обманываться. И вы можете выждать моменты, либо сама написать, либо в итоге ответить на сообщение данного человека. Но вы должны понять, что это путь в никуда, что никого он выбирать не собирается, а у него есть жизнь, которой он доволен. И он не будет вот в свою жизнь брать вас. Для него эти отношения это интрижка, да. Это некое такое приключение, которое, да, что если будет вопрос о будущем, кто мы друг для друга, что между нами будет. Все, я ухожу к другой женщине. Либо я уйду к другой женщине, как только она появится. То есть здесь изначально, да, вот такая нечестная мужская позиция, которая чуть что, я сразу в кусты. или чуть что там, ты, допустим, стала неудобной, мне ты стала со мной разборки чинить, все, я найду другую, которая на все согласна, или которая на начальном этапе просто не будет до нее доходить, что можно качать провал по отношению меня. Но здесь, мне здесь есть другая женщина. А почему здесь карты так говорят? Если вы хотите, это пауза или конец. Нет, девочки, это все-таки конец. То есть вы еще можете инициировать какое-то общение с этим мужчиной, но без толку. Да. То, что вы хотите, вы от него не получите. Его формат отношений вы сама не примете. поэтому здесь, если не связываться с ним, не пытаться как-то с ним пообщаться, то здесь конец. Если будете что-то пытаться ему еще написать, связаться, поздравить с днем рождения, например, для того, чтобы выполнить свой долг перед ним в надежде на то, что может быть, может быть, да, это еще продолжение, то, девочки, поймите, что здесь все равно это путь в никуда. Но не даст он вам то, что вы хотите, или то, что он вам, может быть, пообещал когда-то. Это все равно эти отношения, это рано или поздно конец. Вы можете этот конец или эту точку уже поставить сейчас. И это будет даже правильно. Это будет разумно. Потому что изменяет он вам. Либо с вами кому-то сейчас может изменять. И это изначально, да, неправильно. Изначально вранье. То есть здесь доверие от этого человека, верность здесь ждать бесполезно. А вы человек, который все-таки хочет для себя партнера, в котором можно быть уверенным. Это все мы хотим, но не всегда это получается. Но в данном конкретном случае здесь я не вижу, чтобы можно было верить партнеру. И я не вижу его желания взять вас в свою собственную жизнь. Там своя какая-то жизнь, там свои какие-то устои, там свои собственные правила. И поэтому либо он говорит любовники, ну и то такие вот, да, а бы как. Хотя вы уже здесь в нем и так разочаровались. Не знаю здесь, какие девочки, женщины смотрят меня с какой ситуацией, либо с какой даже целью. Потому что для вас здесь действительно вся ситуация, которая сложилась, она для вас понятна, она для вас очевидна. И вы видите, что будущего с этим человеком хорошего не предвидится. Во всяком случае, на ближайшее будущее так точно. И вы уже знаете, к чему могут привести ваши разговоры с ним, или ваше взывание о совести, ваша просьба о внимании. Вы четко понимаете. Вот. напишите мне обратную связь по данному раскладу. Буду рада лайки, тоже буду видеть, потому что я по ним смотрю, насколько ситуация или насколько расклад, который я делаю, важен, нужен, актуален, повторять, не повторять. Но здесь человек, видите, он не сможет полноценно вам принадлежать. Вообще, хочу сказать, что да, это точка. Да, в этих отношениях точка. Только вы еще можете для этих отношений сделать шаг, но для того, чтобы вновь разочароваться. Делать или нет, здесь я не могу сказать. Если говорить о этих отношениях, могут ли они еще продолжиться? Могут. но это за рамках того времени, которое в общих раскладах мы смотрим, 3-6 месяцев, что может быть столкнетесь там через несколько лет, да, как это бывает, и попробовать заново, но пока на данный момент это точка. совет вам. Наберитесь смелости, девочки, смелости, видите, не ждать. Хоть и скучает вас этот дьявол, хоть и шепчет вам на ухо, что вы его любите, или вам без него будет сложно, или вам трудно будет отказаться от мысли о этом человеке, но наберитесь смелости запретить себе не ждать тех, кто заставляет себя долго ждать, понимаете? Причем долго ждать не просто в силу каких-то серьезных обстоятельств, а в силу того, что вы то там, то там ловите, что где-то несостыковки какие-то, что он действительно просто искушает вас, а на деле ничего конкретного предложить не может, потому что кому-то он предлагает, и возможно, это вам неведомо, может быть, вы знаете, да, денежный мешок, а вам тут вот буквально там конфетку или мороженку, на там, облежи, и собственно все, и пока вы ждете, дождетесь только, что это мороженое растает, и все. Совет вам, повисните в воздухе и не ждите. И ту с мечей, девочки. Ну, здесь, видите, здесь совет, четко для себя поймите, что того будущего, как вы себе планируете, нарисовали, либо мечтали, вы с этим человеком не получите, а вы такой человек, который не будете довольствоваться остатками внимания, или, как говорят, объедками с чужого стола, и поэтому ждать, что этот человек поменяется, или что-то вот сделает такое конкретное, чтобы вот из состояния разочарования ввести вас снова в очарование, но здесь ждать не стоит. И поэтому будьте смелы, здесь хочется сказать, будьте смелы действительно рубить то, что уже сохранять смысла не имеет. Выводы вы уже сделали, и дыра такая, вот разочарование, она в вас уже есть. Пытаться ее латать, ну, для чего? Возможно, здесь на самом деле вот расставание, тот самый момент, который необходим, но он и вообще в целом неизбежен. Возможно, ваша история, да, как говорят, что если судьба, будем вместе. Возможно, еще жизнь вас столкнет, потому что я не вижу, чтобы здесь, в этой жизни вы окончательно потеряли что-то еще, но это будущее, будущее, будущее. Сколько лет, не знаю, или сколько месяцев, не знаю. Пока я скажу так, здесь точка. Все, мои хорошие, я надеюсь, вам понравился расклад, надеюсь, вам было интересно, почерпнули для себя что-то новое, в копилочку своей информации положили еще что-то новенькое для того, чтобы иметь возможность обдумать, осмыслить и принять какое-то важное решение. Все советы, это всего лишь советы, это не руководство к действию, и это не мое прямое, вам что, делайте именно так. Совет, он на то и совет, что вы можете воспользоваться, можете проигнорировать, а можете поступить частично, да, согласно совету, что-то привнеся свое. не прощаюсь надолго, до новых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok